Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о лучших воблерах, универсальных воблерах, которые я использую при ловле щуки и окуня. Данный рейтинг, это рейтинг, исходя из моего личного опыта и моей рыболовной коробки. Разумеется, у других рыболовов приманки могут быть совсем другие. Кто-то может согласиться с данными приманками, кто-то нет. Но, опять же говорю, данный рейтинг, это исходя из моего личного опыта и моего личного мнения. Выделять я какие-то приманки не буду, какие лучше, какие хуже. Просто расскажу вкратце о каждой приманке. Более подробная информация о каждой из приманок есть у меня на YouTube-канале. Первую приманку рассмотрим. Это поппер от компании Yuzuri. Модель называется 3DS. Данный попперок имеет длину 65 мм. Данный поппер в моих условиях зарекомендовал себя как универсальный. Он отлично соблазняет как окуня, так и щуку. В принципе, в целом, по всем этим приманкам, которые у меня на обзоре, я скажу уж так, что ни одна из этих приманок конкретно целенаправленно не направлена на ловлю какого-то определенного хищника. То есть, забрасывая данную приманку, я вполне могу ожидать 50 на 50, грубо говоря, поклевку как той же щуки, так и окуня, в частности, у данных некоторых кренков, также по реке и вполне можно ожидать поклевки головля. То есть, приманки такие реально что универсальные. Ну, это по моему мнению. Вот, данный попперок как раз-таки, он 50 на 50 ловит как щуку, так и окуню. В принципе, забросив его в какие-то перспективные места, вполне может клюнуть любой из этих хищников. Проводка данного поппера очень простая. В принципе, новички, я думаю, вполне справятся с данным попперком. Он не требовательный, опять же, повторюсь, в проводке. Легкие рывочки. Создается небольшой такой плюх с разбрызгиванием воды по сторонам, как бы. Ну, это одна из самых основных и, скажем, перспективных проводок. Пробуйте небольшой короткий рывочек на не сильно жестком спиннинге. На более каком-то коловатом спиннинге можно немножко и помягче продерживать. То есть, подбираем определенный рывок, чтобы произошел небольшой такой бульк с брызгами. И, в принципе, вот данная проводка будет ловить вам вполне успешно любого из хищников. Следующая приманка – это ратлин от компании Косодака. Модель называется Рат В-65С. Данный ратлин тоже работает как по окуне, так и по щуке очень отлично. Проводки – это банальная равномерная проводка. Также, как бы, пилогическая проводка в толще воды. То есть, подброс приманки кончиком удилища и выборка свободной лески. И так, соответственно, продолжаем. Также обычная классическая джиговая проводка. Еще не неплохо у меня в моих условиях срабатывала проводка, состоящая из непрерывного подматывания приманки. Соответственно, ну, грубо говоря, как равномерная проводка. И с мелкими такими поддергиваниями, подтвичиваниями. Тоже неплохо данная проводка работает как по щуке, так и по окуню. Следующая приманка – довольно известный Косодака Мираж XS-70F. Очень универсальная приманка. В моих условиях работал отлично как по щуке, так и по окуню. Окунь попадается как средних размеров, так и довольно крупный. Щука тоже влетает, в принципе, разнокалиберная. Отлично подходят данные приманки серии из коротких рывочков. Коротких, но в меру мягких, как бы не сильно жестких рывочков. И, соответственно, пауза. Также можно, если конкретно по окуню, выполнять серию рывков практически без пауз. По щуке можно более вальяжно. Два рывка – пауза, два рывка – пауза. Очень универсальный, назовем его ШЭД, потому что тело довольно-таки высоковатое. Классно ловит, опять же, повторюсь, перечисленных хищников. Данная приманка – это моя любимая приманка. Не только как универсальная, но и вообще. Приманка от компании Косодака. Модель называется так называемый «Легендарный зелёный китаец». Имеет длину 90 сантиметров. Маркировка, конечно, у него плавающая, но с моим 20-струнным поводком он тонущий. В принципе, я так думаю, что всплывание данной приманки добиться можно только если использовать какие-то самые короткие, тонкие поводки. В моих же условиях, с моим оснащением, он получается медленно тонущим. Данную приманку разработал Константин Кузьмин, известный российский рыболов, совместно с компанией Косодака. Ну, как бы, не то чтобы разработали, а воскресили довольно-таки ловистую приманку, которая была у Константина Кузьмина. Очень классный воблер, отлично работает как по щуке, так и по окуню. Окунь тоже данную приманку отнюдь вообще не пропускает. Отлично работает данная немножко на твичинге. Равномерка у неё никакая, грубо говоря, только твичинг. Твичинг как мягкий, так и довольно такой среднежёсткий твичинг. Всё отлично. Данная приманка на любой из этих проводок себя хорошо показывает. Однозначно могу рекомендовать. Следующая приманка – это Yuzuri 3D Flat Crank. Длина 55 см. Такой шедоподобный крэнк. Очень классно работает по щуке и по окуню. По реке также работает неплохо по крупному головлю. Проводка – обычная банальная равномерная проводка в медленном темпе, либо в среднем темпе, в зависимости от условий. И проводка, если конкретно по окуню, с лёгким, мелким, частым подтвичиванием. По щуке пару рывков, пауза, пару оборотов катушки, ну, то есть чертуется. Данная приманка отлично себя ведёт как на равномерке, так и на подтвичивании. Очень классная приманка. Она плавающая. И последняя приманка в данном обзоре, но не в рейтинге – это легендарный Lucky Craft Clutch. Модель SR. Имеет длину 45 мм. Довольно-таки упитанный, скажем так, крэнк. Отлично держит струю. Очень хорошо работает по разнорыбице. Щука, окунь, головль. В принципе, по данным видам хищника приманка работает отлично, как универсал. Также можно целенаправленно каждого из этих видов хищника ловить вполне на этот крэнк. Ничем не уступит каким-то более щучьим или каким-то головлиным направленным приманкам, грубо говоря. Классный крэнк. Стоит, ну, скажем, не бюджетно, но он однозначно стоит своих денег. Проводка. Банальная равномерная проводка. Без всяких подтвичиваний, поддергиваний. Можно стоп-н-го. Окунь. Отлично садится на обычную равномерку. Головль, соответственно. И щука тоже. Щука равномерка, стоп-н-го. Данный крэнк отлично на всех данных проводках работает. Данные приманки однозначно могу смело, стопроцентно, рекомендовать всем рыболовам. В частности, начинающим. Как и начинающим, так и любителям, в принципе. Данные приманки довольно просты в своем, как бы, освоении. И очень-очень уловисты. Всем спасибо за просмотр. До свидания.